Добрый день, уважаемые коллеги! Добрый день, уважаемые коллеги! В настоящее время достаточно редко встречаются нейроэндокринные новообразования, и более изученные чаще встречаются локализации гастроэнтеропанкреатической локализации, которая составляет 73%, уронхолегочной локализации 25%, и вот 2% всего составляют редкие локализации. К редким локализациям нейроэндокринных новообразований относятся почки, почти нет статистических данных, предстательная железа до 1%, яичники 0,5%, шейка матки, эндометрии, молочная железа оставляет 0,5% от всех образований молочной железы, мочевой пузырь 1%, кожа, нет статистических данных, печень, и нейроэндокринные новообразования, которые доставляют достаточно много проблем и сложности. Это образование без выявленной первичной локализации, которое составляет 20% всех нейроэндокринных новообразований. Стадируется нейроэндокринное образование так же, как и все остальные локализации в соответствии с классификацией ТНМ того органа, в котором возникло это новообразование. И классификация основывается, конечно, на данных патоморфологического ответа, данных лучевой диагностики, данных локализации органов. Клиническая картина, подробно нам уже рассказали предыдущие лекторы, составляет достаточно разнообразную картину. И большую часть, в основном, нейроэндокринные опухоли, они, конечно, имеют бессимптомное течение, длительное и чаще всего выявляются как случайная находка. Симптомы уже функционирующих образований, конечно, составляют симптомы семиотику карциноидного синдрома, достаточно специфического синдрома, о которых было рассказано ранее. И, конечно же, эти симптомы характерны поражению локализации того органа, где возникло нейроэндокринное образование. О диагностике было много сказано, и, конечно же, в первую очередь необходимо тщательно собирать анамнез, жалобы, как и при всех других образованиях. Тщательно проводить физикальный осмотр и проводить лабораторную диагностику с инструментальной и радионуклидной диагностикой. Но, несмотря в каком органе и где бы возникало первичное нейроэндокринное образование, конечно, самую основную роль и главную роль играет биопсия и иммуногистохимическое исследование. С использованием иммуногистохимических маркеров, о которых достаточно подробно рассказала Анна Сергеевна, я не буду на них останавливаться. И хотела бы остановиться на некоторых признаках редких локализаций нейроэндокринных новообразований. Например, начнем с почки. Почка – достаточно редкое заболевание, и одной из версий является, что они развиваются из теопатентных клеток метанифрона. В основном нейроэндокринные клетки располагаются в почечной лоханке, в самой паранхемии очень редко. И при выявлении образования почки, а именно нейроэндокринных поражений, характерным признаком, по данным некоторых исследований, является потеря гетерозикутности хромосомы 3Q21. Также делятся нейроэндокринные новообразования на высокодифференцированные крупноклеточные нейроэндокринные рак и мелкоклеточный рак. Чаще всего нейроэндокринные опухоли являются как составляющим компонентом врожденных или приобретенных мутаций. Чаще всего может встречаться как компонент тератомы или встречаться подковообразной почки. И, конечно, поражение почки чаще встречается не одностороннее. То есть, если мы видим при обследовании двустороннее поражение почек, то, скорее всего, это метастатическое поражение. Чаще всего низкодифференцированные нейроэндокринные образования почки метастазируют параортальные лимфозлы, печень, кости. И, в отличие от светлоклеточного рака почки, легкие метастазируют очень редко. Выбор терапии зависит от морфологического типа опухоли согласно алгоритму нейроэндокринных новообразований желудочно-кишечного тракта. Следующая локализация – мочевой пузырь. И, в отличие от уротелиального рака, нейроэндокринные раки мочевого пузыря не экспрессируют некоторые органоспецифичные маркеры, которые могут помогать дифференциальной диагностике. Нейроэндокринные высокодифференцированные образования чаще встречаются как в виде попелом, и клиническая картина, и высокозлокачественных, и низкозлокачественных нейроэндокринных образований, характерных как и образованием уротелиального рака аналогично. Пороговые значения индекса КИ-67 не определены, однако они зачастую превышают 50%. По данным многих исследователей, были проведены исследования лечения нейроэндокринных новообразований, соответственно, алгоритма рака мочевого пузыря, использованием хирургического лечения, лучевой терапии и адъювантной-неадъювантной. В итоге было выявлено, что неадъювантная химиотерапия с хирургическим лечением оказалась более эффективнее, чем адъювантная терапия. Схема лечения высокозлокачественных нейроэндокринных новообразований должна основываться на основе препаратов платины и топозида. Одним из частых проявлений, более чаще встречаемых нейроэндокринных новообразований, это поражение предстательной железы. В предстательной железе в норме содержатся нейроэндокринные клетки, которые участвуют в функциональной способности предстательной железы. И даже при выявлении аденокарцином очень часто отмечается наличие нейроэндокринной дифференцировки. И несмотря на то, что диагноз патоморфологами выдается как аденокарцинома с очаговой нейроэндокринной дифференцировкой, данное образование мы не относим к истинным нейроэндокринным опухолям, а данные изменения являются разновидностью простатической аденокарциномы. Поэтому и первые линии лечения должны быть как терапия аденокарциномы. Нейроэндокринные клетки в предстательной железе являются андрогеннезависимыми, и на фоне возникновения нейроэндокринных опухолей мы не можем отметить и не отмечается повышение простатспецифического антигена. И нейроэндокринная дифференцировка, как было выявлено, она обладает неблагоприятными прогностическими результатами. Чаще всего низкодифференцированные нейроэндокринные образования предстательной железы метастазируют легкие кости, печень, мочевой пузырь. И часто при иммуногистохимической отмечается экспрессия ТТФ1, которая чаще встречается при мелкоклечном раке легкого, и поэтому этот маркер затрудняет диагностический поиск. Но отличить мелкоклечный рак предстательной железы от других карцином может позволить ФИШ-реакция или ПЦ-реакция по мутациям в некоторых генах, обнаруженным примерно в половине случаев аденокарцинома предстательной железы и аналогичным в числе случая мелкоклечного рака предстательной железы. При высокозлокачественных нейроэндокринных образованиях предстательной железы химиотерапия проводится по схемам с использованием препарата Платина, аналогичным схемам при мелкоклечном раке легкого. И хотелось бы представить пример, клинический опыт лечения пациента как раз диагнозом аденокарцинома предстательной железы с нейроэндокринной дифференцировкой. Пациент два года наблюдался у урологов с жалобами на частые мочеиспускания, болезненность. Но, несмотря на это, в течение двух лет простатоспецифический антиген в динамике никак не менялся. И поэтому пациент и наблюдался в течение двух лет. Далее обратился самостоятельно в наш центр, учитывая, что жалобы не прекращаются, несмотря на симптоматическую терапию. И выполнено дообследование, где по данным МРТ выявлено большое образование предстательной железы, местно распространенной формы с поражением тазовых костей и воздушных лимфоузлов, а также печени. И гистологически было выявлено, что да, у пациента аденокарцинома предстательной железы с нейроэндокринной дифференцировкой. И, как полагается, начатая терапия аденокарцинома предстательной железы, назначен был аберротерон с преднизолоном длительно. Но, несмотря на это, через полтора месяца у пациента отмечено бурное прогрессирование, рост маркеров. И, по данным компьютерной томографии, увеличение количества и появление новых очагов в печени, абдоминальных лимфоузлах, поджелудочной железе, надпочечнике. Мы назначили вторую линию химиотерапии, уже пошли по пути лечения нейроэндокринового образования и провели два цикла доцитоксалкробоплотин. Здесь, по данным компьютерной томографии до лечения аберротерона, мы видим изменения надпочечников, поджелудочной железе. Мы видим, как выросли эти образования за полтора месяца, как выросла сама опухоль предстательной железы. В настоящее время, после двух циклов химиотерапии, планируется обследование пациента, данные будут позже. Но клиническая картина у пациента значимо улучшилась. Исчез болевой синдром, улучшилась кратность мочеиспускания. И ЭКОК повысился на одну единицу. Что касается молочной железы, особенностями нейроэндокринных образований молочной железы является то, что этими образованиями считаются только те опухоли 50% и более клеток, которые экспрессируют не менее двух нейроэндокринных маркеров. И, конечно, определение эстрогенов и прогестеронов очень важное влияние имеют на градацию, классификацию нейроэндокринных образований. Высокодифференцированным нейроэндокринным опухолям молочной железы, конечно, характеризуется положительным гормональным статусом, а мелкоклеточные низкодифференцированные нейроэндокрины – отрицательным гормональным статусом. Алгоритм лечения и обследования аналогичен раку молочной железы, а лечение нейроэндокринных на образовании не отличается от лечения инвазивного рака неспецифического типа. Шейка матки – также часто встречаемая, относительно часто встречаемая градация нейроэндокринных опухолей G1 и G2. Достаточно отличается дифференцировка отсутствием четкости воспроизводимости. Но, учитывая крайне агрессивное течение низкодифференцированных форм, разделение на мелкоклеточные и крупноклеточные нецелесообразно. И очень чаще высокозлокачественные новообразования шейки матки связаны с вирус попелома человека и чаще типом 18. Основные подходы совпадают с алгоритмом лечения рака шейки матки и нейроэндокринных новообразований. Печень очень редко встречаемая поражение нейроэндокринными образованиями. И, конечно, здесь в первую очередь необходимо исключить метастатическое поражение. Только когда исключается метастатическое поражение печенью, возможно установить, что это нейроэндокринное образование печени. И основной метод лечения нейроэндокринных опухолей печени – это хирургическое лечение. В мире всего отмечено 12 наблюдений мелкоклеточного рака печени, вживаемость которых крайне низка. Ну и карцинома Меркеля – это нейроэндокринное образование кожи, характеризуется специфическими изменениями на коже, которые чаще подвергаются инсоляции. И основной характерный симптом – это быстрый рост образования, который должен насторожить доктора о наличии нейроэндокринного образования. И основной метод лечения – хирургический. И при ранних стадиях, конечно, необходимо выполнение биопсии сигнальных лимфоузлов. И вот здесь адъювантная терапия неэффективна, но может быть рассмотрена при наличии отрицательных факторов риска. Это молодой возраст, поражение более 4 лимфоузлов, выход опухолевых клеток за пределы капсулы лимфоузла. И это единственное нейроэндокринное образование, в котором в настоящее время уже используется иммунотерапия, блокадрами ПДА1, ПДЛ1, пембролизумаб, неволумаб и авилумаб в первой линии лечения, наряду с химиотерапией. И хотела бы представить случай коротко о нейроэндокринной опухоли. Это пациент 60 лет. С 2019 года появились боли пояснично-крестцовой области, задней поверхности крестца, приливы. При дообследовании выявлено образование пояснично-крестцовой области. В результате выполнено хирургическое вмешательство. Убрали только часть опухоли и выполнили декомпрессию нервных структур, что несколько облегчило состояние пациента. Гистологически было выявлено нейроэндокринная опухоль G2. Специфические маркеры были в норме. Установлен диагноз нейроэндокринная опухоль крестцово-поздушного сочленения G2, карциноидный синдром. Назначено лечение по схеме ксилокс с добавлением актриотида и залидроновой кислоты, учитывая поражение костей. Но, несмотря на это, через полгода отмечено прогрессирование процесса в виде роста образования и появление новых изменений в костях. Пациенту назначена вторая линия лекарственной терапии, а эверолимусом в дозе 10 мг в сутки вместе с актриотидом. И в настоящее время мы видим стабилизацию процесса основного, уменьшение некоторых очагов в костях. Также клинический пациент улучшился, исчез болевой синдром. И по данным МРТ компьютерной томографии отмечена стабилизация процесса, рекомендовано продолжить терапию. И в заключение хотелось бы сказать, что нейроэндокринные образования редких локализаций не имеют каких-то специфических симптомов, которые бы значимо отличали их от образования аналогичной локализации. Необходимо выполнение иммуногистохимического исследования. Это как априори должно быть при выявлении опухоли нетипичного строения подозрительной на нейроэндокринную дифференцировку. Иммуноморфологические особенности нейроэндокринных образований редких локализаций схожи с таковыми как в пищеварительных и дыхательных системах. И данное образование требует единых подходов к лечению, основанных на гистологическом типе, типе докачественности, вне зависимости от первичного очага. При нейроэндокринных образованиях в опухолях отмечаются высокие показатели выживаемости, как говорила Анастасия Константиновна, и мы не должны терять настороженность, так как возможно достаточно позднее метастазирование. Спасибо большое за внимание, достаточно большой объем. Я надеюсь, что-то понятно было. Спасибо. Спасибо.